Здравствуйте! Сегодня продолжу обзор новых сортов и прежде всего махровых сортов. Эти сорта я уже показывал в предыдущем, некоторые сорта я показывал в предыдущем видео, и большинство, да, наверное, все были показаны на фотографиях на нашем форуме. Итак, начнем по порядку. Вот этот, это крупный, крупный куст уже, ему, наверное, более полутора лет, может быть даже года два, может двух нет, лет, но полтора как минимум, думаю, что два года. Это Альфа. Это уже не новый сорт, это один из лучших сортов вот в такой расцветке. Я его специально принес, чтобы, ну, чтобы с ним сравнивать более новые сорта, чем они отличаются. Так, Альфа крупные. Я назову этот сорт полумахровым. Он все-таки не густомахровый, он скорее полумахровый. Хотя можно вот тут увидеть и достаточно махровые цветочки. Ну так, идем дальше. Вот этот, этот, такой вот фиолетовый, да, сливово-фиолетовый, наверное, тоже полумахровый сорт. Это две тысячи девяносто первый. Я его показывал в предыдущем видео. Вот тут для сравнения... Вот это для сравнения. Это элефант. Это элефант, родители множества вот этих новых сортов махровых, о которых я сейчас рассказываю. Итак, рядом с элефантом вот такой красавчик, темно-фиолетовый, очень темный. Сейчас мы его сфокусируем. Рассмотрим хорошенько. Он чуть темнее. Чуть темнее, чем показывает камера. Вот такая у него обратная сторона. Я очень и очень доволен этим сортом. Розетка у него... Ну вот, можно увидеть. Очень аккуратная розетка. На цветоносах бывает по два бутончика. Но в основном по два бутончика. Но я заметил, поскольку это сорт густо махровый, огромный, то есть цветы по 10 сантиметров, лепестки очень-очень плотные. То для того, чтобы куст показал всю силу в цветке, я рекомендую оставлять только один бутон на цветоносе. Вот здесь я оставил только один бутон. Вот там два бутончика. И разворачивать я сейчас не буду, чтобы показать. Он также красивый, но вот внутренние лепестки у него получились меньше. Потому что махровость тоже густо махровый. Те цветки тоже густо махровые. Но вот внутренние лепестки, они менее богатые. Но показать я сейчас не могу, потому что они тут плотно у меня наставлены. Если я начну крутить, то будет все заваливаться. Итак, переходим теперь вот к такому голубому. Казалось бы, простая расцветка, но чем он интересен? Ну, во-первых, огромным размером. Вот реально это огромный стриптокарпус. Затем, для любителей запаха, он сильно пахучий. Вот он по запаху, ну, интенсивность у него очень высокая. Что интересно у этого стриптокарпуса? Обычно голубые расцветки меняют цвет пахучий в сторону пурпурного цвета. Но вот этот не меняет. Объяснить почему я не могу. То есть какой-то вот пигмент, который не реагирует на ароматные... На те вещества, которые вызывают аромат. То есть он хоть и пахучий, но он не алхимический. Вот там он, еще один цветочек. Цветоносый мощный. Розетка достаточно опрятная. Достаточно аккуратная. Ну, тут он зарезанный. Ну, вам остается мне поверить, что розетка не лошадиная. Итак, идем вот к этому стриптокарпусу. Так, голубой, голубой номер 2102. 2102. Теперь вот этот темный. Практически черный стриптокарпус. На видео, ну, в принципе, в принципе, похоже. Вот он такой темный. Не могу больше приблизить. Это максимальное приближение. Номер 2083. Третий. Махровый стриптокарпус с такой вот розеткой по краю листьев тоже пробиваются пурпурной пигментой. Многие стриптокарпусы, очень темные, имеют на листьях тоже, как по бочку такую, они тоже могут быть с пурпурными включениями, с фиолетовыми. Так, это 2083. Розетка аккуратная. Я ее еще раз покажу. Очень аккуратная розетка. Очень аккуратная. Идем дальше. Вот этот мини-стриптокарпус. Это мини. Розетка мини. Ну, не мини, а компакт. Что-то среднее между компактом и мини. Так, это 2036. Рядом. Рядом махровый стриптокарпус. 2000. Нет, это 1934. 1934. Тоже ароматный. Сильно ароматный стриптокарпус. Цветочки не крупные, но их очень много. Розетка не мини. И даже не компакт. То есть, вот это мини-розетка, а этот, ну, розетка тут стандартная. Стандартная стриптокарпус. Так, идем дальше. Вот этот красненький. Этот красненький. Этот красненький на предыдущем видео я показывал. По-моему, это 2093. Вот такие непонятные цветочки. Но пока я за ним наблюдаю. Ну, тут пробивается рядом. Вишенка. Там вишенка. Сзади там стоит. Хорошо. Психодейка. Сумасшедший, красивый цвет у психодейка. Ну, в общем-то, сегодня сегодня это весь обзор. Вот так еще немножечко покручу общим планом. Как оно выглядит. Ну, так вот оно как-то и выглядит. Постараюсь сделать такие обзоры почаще. Субтитры создавал DimaTorzok